Всем привет! С вами Сатый Огород, Круглый Год, и я Наталья. Сегодня у меня закатки. Томаты, вы знаете, они и вкусные, и очень легко закатываются. Легко и просто. Почему легко и просто? Да потому что они без стерилизации, а во-вторых, расчет на одну банку литровую. То есть вы можете сделать в любом количестве, даже как у меня сейчас всего лишь две баночки, то есть томатов было немножко, и я их закатала. Есть на одну баночку, можете делать на одну. Ну что ж, приступаем! Я все приготовила для того, чтобы показать, как это все готовится. Итак, баночки в литровые банки я делаю. Банки обязательно стерилизую, потому что сами банки уже с томатами не будут стерилизоваться. Сами томаты помыла, у меня разные, круглые, длинные. Это со своего огорода. Но дело в том, что... Вот, хочу показать палочку. Вот как... Можно зубочисткой, но зубочистка какая-то маловатая. Я другой беру. И делаю вот такие вот маленькие дырочки в попке. Вот начала. Так. Не насквозь, а слегка. Вот так вот немножечко, немножко продырявила. Для чего? Для того, чтобы, когда я буду заливать кипятком, чтобы они не лопнули. В банке я уже пару горошин... Ну, пару, 4-5 горошинок черного перца. Сахар будет по 2 столовые ложки на банку, но без горки. И соль. Соль по 1 столовой ложке. Зонтики укропа. Именно зонтики. Вы знаете, не надо класть ветки много... А самый эффект окрупа именно зонтики. Особенно, когда они вот такие вот тоже созревшие. Один перец разрежу. Тоже очень вкусно с помидорами. Два зубчика чеснока. Зубчики у меня большие. То есть на одну баночку по одному зубчику. Если у вас среднее, значит по 2 штучки. И очень люблю сельдерей. Сельдерей обязательно. Кто не любит сельдерей, значит может просто петрушку. И так укладываю все в банку. Банки я уже заполнила. Смотрите, перец я нарезала соломкой. Небольшими кусочками для того, чтобы заполнить именно пустоты. Очень люблю с морковкой. Очень люблю добавлять бурячок, свеклу. Но дело в том, что в этом рецепте, когда я не стерилизую банки вместе уже с ингредиентами, то я ни морковь, ни свеклу не ставлю. То есть это... Ну в общем не будет так стоять. Ограничиваясь только вот этими ингредиентами, что я вам и показала. Теперь заливаем крутым кипятком. Так, до верху. До верху заполняем. И укрываем жестяной крышкой. Укутываем баночки. И оставляем на полчаса. Вот сейчас доливаю. И оставлю на полчаса. Прошло полчаса. Сливаю сейчас вот эту жидкость в кастрюльку. Добавляю соль и сахар. Пока у меня закипает рассол, я добавляю в каждую баночку по полторы столовой ложки уксуса. Уксус у меня 9% спиртовый. Вот когда я показывала другие рецепты, спрашивают, что за спиртовый. В стеклянных бутылках продается спиртовый. То есть он считается более натуральный. В пластиковых бутылках я его использую. Но использую для бытовых каких-то целей. Подкисляю гортензию, голубику. Для этих целей. Для закаток и вообще для употребления. Либо яблочный, либо вот такой вот уксус 9% спиртовый. Итак, полторы столовые ложки на каждую литровую баночку. У меня банки до самого верха. Сейчас укрываю крышечками и закатываю. Ну вот я закатала свои баночки. Перевернула их. Сейчас хорошо укутаю старым покрывальцем, что я всегда делаю. Сейчас уже вечер. То есть до утра они у меня будут укрытые. Потом открываю. Можно хранить как в квартире, в подвале. То есть они хорошо стоят. Ну а с вами была Наталья. Обязательно попробуйте рецепт. Хотя бы одну баночку. Ну, всем пока!